МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Добрый вечер, дорогие телезрители! В эфире телеканала «Союз» передача «Беседы с батюшкой» и ее ведущий Михаил Проходцев. Сегодня у нас в гостях насельник Александра Невской Лавры и романах Дмитрий Самойлов. Здравствуйте, отче! Добрый вечер, Михаил! Благословите наших телезрителей! Божье благословение пусть пребывает со всеми нами! Аминь! Дорогие друзья, сегодня темой нашей беседы станет «Библия в нашей жизни». Звоните к нам в студию в Санкт-Петербурге по телефону 812-677-62-44 и задавайте ваши вопросы. Отец Дмитрий, я знаю, что вы руководите воскресной школой при Александра Невской Лавре детской воскресной школы и хотелось бы в первую очередь поинтересоваться, как происходит изучение священного писания непосредственно у вас. Опишите, пожалуйста, ваш опыт. Очень интересный вопрос. Для нас Библия действительно является мировым бестселлером. Ежегодно она издается миллионным тиражом, поэтому, конечно же, для православных, а особенно для учащихся воскресной школы, имеет особое значение. Мы изучаем как книги Ветхова, так и Нового Завета на соответствующих предметах. Для нас очень важно, чтобы дети не только лишь теоретически, но и практически могли применить свои знания на практике. Так мы используем такой прием анкетирования, когда после окончания богослужения проводится с учащимися следующий опросник. Он включает такие вопросы ключевые. Кто служил? Какой батюшка? О чем читалась Евангелие? На какую тему была проповедь? И основные мысли данной проповеди. И мы уже потом видим, насколько человек подошел ответственно к изучению данной темы. Ну и наглядно можем понять, явились ли те семена добра, которые мы посеяли за богослужением, добрыми всходами в его сердце. Ну вот если можно выразиться несколько так аллегорично. Поскольку ребенок не в равной степени может воспринять ту высоту духовного слога, которая содержится в Евангелии. И для него иногда бывает очень важно, чтобы это была адаптированная речь. Вот приходит на память один случай, когда мне довелось служить в неделю, когда читалось Евангелие о добром самарянине. И я долго готовился, поскольку хотелось, чтобы слово было понятным, в то же время назидательным и норовоучительным. И когда мы дошли до того момента, сколько же все-таки потратил средств добрый самарянин на того несчастного, который попал в руки разбойников, то вот я нашел такую интересную вещь, что то пребывание в гостинице на сегодняшний, так сказать, день, это примерно, если бы он оплатил трех-четырехнедельный курс в каком-нибудь элитном реабилитационном центре. И надо сказать, что дети настолько уловили вот эту изюминку и практически на сто процентов каждый отметили в своем, так сказать, ответе. Вот такие, может быть, несколько неординарные, но при этом с точки зрения дидактики методы приходится использовать и в нашей детско-воскресной школе. И дай бог, может быть, кто-то в последствии и другой заинтересуется таким опытом. Спасибо, отец Дмитрий. Это действительно интересный и удивительный опыт. И вот хотелось бы узнать, получается, что довольно большой процент детей из тех, которые вас слушают курс вашей воскресной школы, понимают то, о чем говорится в Писании, а те, кто чего-то не уразумел, то как раз, собственно говоря, ему это разъясняется в проповеди. В настоящий момент, вы правильно сказали, не все могут в равной степени воспринять ту информацию, которая содержится в книгах Священного Писания. Но для нас очень важно, чтобы те дети, которые приходят в воскресную школу, не только лишь, как я уже говорил, на теоретическом, но и на практическом уровне смогли почерпнуть и обогатить свои знания. Вот совсем недавно, прошедшее воскресенье, мы венчали в одном из храмов наших выпускников, которые, кстати, познакомились именно в стенах нашей детской воскресной школы. Поэтому они на практике применили самую первую божественную заповедь. Плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ее. Вот я считаю, для нас это, наверное, самая величайшая награда. Слава Богу! Это очень радует, что молодые люди находят себя в храме, находят друг друга в храме, находят в воскресной школе, и потом образуются православные семьи. Дай Бог, чтобы так и было, чтобы таких примеров было как можно больше. Отец Дмитрий, скажите, пожалуйста, вот это опыт изучения детьми, а какие пособия используются для обучения детей в вашей воскресной школе? Ведь дело в том, что начинать читать Священное Писание именно в его полном своде для детей, естественно, будет тяжеловато. Возможно, у вас есть какие-то адаптированные детские пособия? Ну, Сима, прекрасно знаем, что самым лучшим, на мой взгляд, на все времена является такое учебное пособие, которое так и называется для семьи и школы. Это закон Божий в редакции Серафима Слободского. Я считаю, это самое удачное учебное пособие по изучению книг Священного Писания, поскольку, начиная от книги «Бытие», на самом удобном, самом понятийном уровне объясняется практически все, все, что Господь и хотел преподать человеку. От творения, от, так сказать, миссии пророков до пришествия Спасителя в этот мир и, конечно же, до момента Его славного воскресения и вознесения. И здесь для нас очень важно, что и дети, и в равной степени взрослые смогут почерпнуть для себя массу полезного и интересного. Сразу браться за книги Ветхого Завета без именно такого подготовительного пособия очень сложно. Многие, приходя в храм, особенно вновь обращенные православные, начинают истово, приобретая в церковной лавке литературы, просто обогащаться этими книгами, но не всегда имея разум, не всегда имея именно вот достаточно понятий на аппарат, могут это все уразуметь. И для нас очень важно, чтобы мы постепенно, именно вот как младенец, сначала от молочного к более такому твердому приходили продукту. И, конечно же, замечательные библеисты и прошлых лет, как Лопухин, который, кстати, похоронен именно у нас в Александрово-Невской лавре. Масса других исследователей, они должны нам прежде всего помочь в изучении книг Священного Писания. Ведь книг Священного Писания их огромное количество, 39 мы знаем книг Ветхого Завета. И сразу браться за такие, будем говорить, высокие, хоть и богодухновенные книги человеку неподготовленному просто будет невозможно и очень сложно. и многие начинают как бы испытывать некое отторжение. Я вот ничего не понимаю, здесь так все сложно написано, поэтому я не буду больше никогда за это браться. Для этого существует Священное Предание. Как Святые Отцы именуют Священное Предание? Это ключ к разумению Священного Писания. Ведь изначально святые мужи не ставили целью записать эти божественные глаголы, поскольку не было тогда еще и жанра такого. Настолько полнота Духа Святаго наполняла их умы, души и сердца, что они из уст в уста передавали все то, что Господь влагал в их сердце. Вот это и есть откровение, что открывал Господь через пророков для нашего назидания, для нашего выразумления. Не то, чтобы Господь испытывал нужду открыться, Господь постоянное, Господь не нуждается ни в чем. Бог есть любовь, Он исключительно из своей благости и совершает и творение, и наше промышление в этом мире. И, конечно же, дело нашего спасения исключительно для того, чтобы мы обожились и ту единственную связь человека с Богом, которую, к сожалению, утратили в раю, мы воссоединили. Именно так переводится слово религия. Лига — это союз, что объединяет частицы. И вот именно к этому и призваны книги Священного Писания, чтобы мы, напитываясь этой божественной духовной пищей, смогли одухотвориться, наполнить свою жизнь подлинным христианским смыслом. Спасибо, отец Дмитрий, что вы заговорили о предании. Возникает такая мысль о том, что ведь изначально, поскольку Писание не было написано, было очень сильно предание. Потом было развито святоотеческое предание, это и толкование, и различные размышления над Священным Писанием. И возникает такая мысль, что представьте себе, если бы сегодня вдруг каким-то образом немыслимым исчезла бы просто Библия из нашего обихода, из нашей жизни, смогли бы люди ее предания снова восстановить этот текст. Просто вот если вы каждый день молитвенно и осознанно приступал к чтению Библии. Наверное, самый сложный вопрос, который я встречал в своей жизни, он риторический. А приступаем ли мы ежедневно к чтению книг Священного Писания? Имеем ли мы такую потребность? Вот, наверное, в чем вопрос. Безусловно, если человек живет согласно этой традиции, если он прочитывает хотя бы по одной-две главы из книг Ветхого Завета, Нового Завета, а тем более, если это апостольские послания, то, я думаю, пусть не близко к тексту, но постоянно вращаясь в атмосфере этого Божественного Слова, он невольно в своем сердце будет сохранять те глаголы. И, конечно же, своей жизнью сможет их применять, созидая вокруг себя добро и совершая дела, прежде всего, преисполненные любовью к ближним. Ведь это и есть самое главное, что человек должен в этом мире сделать. То есть Господь призывает нас к совершенству, но прежде всего мы должны усовершить свое сердце. И посредством этого, конечно же, сможем мы усовершить и окружающую нас действительность. И вот к этому как раз мы должны подвигать себя, чтобы каждое утро неустанно, встав на молитвенное правило, в монастыре это братский молебен, это полоношница, придя в келье или же у себя дома, совершить вот эти душеполезные чтения вот этих божественных книг. И дай Бог, чтобы эти книги в нашем сознании отражались, и, как вы сказали, гипотетически, если вдруг они бы исчезли по какой-то независящей от нас причине, мы бы смогли их из уст в уста передавать, как это делали святые мужи в свое время. Спасибо, отец Дмитрий, за ответ. И вот возникает вопрос. Если, предположим, я нахожусь в таком месте, где у меня нет доступа к закону Божию или к книгам святых отцов, но у меня под рукой оказалась Библия, может быть, я встретил, ну, увидел ее первый раз в жизни, и вот я ее открываю впервые. Таких, ну, это типичный пример, когда человек впервые дознакомится с Библией. Может быть, он ее намеренно купил, а может быть, он просто обнаружил ее дома на книжной полке, это Библия его родителей или ему ее подарили. С чего начинать чтение в таком случае? С Светкого или с Нового Завета? И вот может быть, есть какая-то конкретная книга, с которой можно начинать, которая нас ведет еще более камнем, да, будем говорить, началом. Да, я понял вопрос, я могу ответить на него примером из жизни митрополита Антония Сурожского. Все, наверное, знают, как он воцерковился. Будучи нецерковным, он открыл книгу именно из Евангелия и Евангелия от Марка. И именно это Евангелие перевернуло полностью его жизнь. Оно дало ему толчок для изучения последующих книг. И весь его процесс становления как пастыря произошел вот именно с Евангелия от Марка. Она самая коротенькая, самая емкая, самая динамичная. Но я знаю другие методы или способы изучения для новоначального. Это Евангелие от Луки. И как следствие деяния святых апостолов, если мы будем в таком ключе изучать, то мы сможем уже обратиться в историю первой церкви. как она претерпевала муки своего рождения, как она становилась, как происходил первый апостольский собор. И так далее, и так далее. И, конечно же, сложно так говорить и рассуждать о таких вещах, оторванных от реалии. Но если вдруг все-таки мы действительно лишены каких-либо вспомогательных средств, которые бы смогли помочь нам в изучении Священного Писания, то я думаю, на таких примерах можно было вполне развиться и усовершить свои знания в области библистики. Благодарю вас, отец Дмитрий. И возникает следующий вопрос, исходя из этого вопроса. возможно ли встреча со Христом и последующая, так скажем, мотивация для изучения Священного Писания в литературе, в музыке, в кинематографе. Ведь мы знаем массу примеров верующих писателей, очень хороших фильмов, высокодуховной музыки, не только церковной, но и в классической музыке тоже можно найти множество таких религиозных мотивов, которые заставляют души людей трепетать и происходит какая-то перемена. Совершенно верно. Все дело в том, что любое творчество есть подтверждение в нас образа Божия. По себе способность к творчеству это есть не что иное, как творчество с самим Богом. И посредством музыки, посредством литературы, посредством картины художник, неважно, слово или же художник красок, он как бы устанавливает такой мостик с миром горним и рисуя красоту божественного мира словами, своими красками, нотами, он пытается донести прежде всего то высокое и духовное, что содержится в его сердце. А вот как раз та духовность это есть не что иное, как присутствие Бога в нас. И вот как раз здесь в творчестве, которое безусловно невозможно без молитвы, невозможно без участия в литургической жизни, без исповеди, без причастия. Многие писатели, совсем недавно мы с вами почтили память замечательного выдающегося романиста Федора Михайловича Достоевского, они как раз были примерными прихожанами. И именно в православии в молитве черпали свои творческие силы и дерзновения, посредством которым они могли донести свои переживания для окружающих, являясь фактически златоустами своего времени. Множество композиторов, множество музыкантов, замечательный композитор и музыкант современности, митрополит Иларион Алфеев. В своих страстях по Матфею, особенно и в Рождественской оратории, и во множестве других произведениях, он для начинающих, для новоначальных открывает тот таинственный мир церкви. И дай Бог, чтобы эти формы были разнообразными, поскольку сейчас мир настолько ожесточился против церкви, и постоянные вбросы в интернет, они такой, знаете, негативный отпечаток накладывают. И вот дай Бог, чтобы эти позитивные примеры, посредством которых бы люди для начала хотя бы просто одухотворялись. чтобы происходило какое-то нравственное перерождение в их душах и сердцах. Дай Бог, чтобы со временем и они переступили церковную ограду и стали прихожанами тех или иных храмов, найдя и духовника, то есть путеводителя своей духовной жизни, найдя самое главное покой в своем сердце. Вот это и будет, наверное, самой главной встречей со Христом. И дай Бог, чтобы Христос всегда был с нами, а мы были его явными и видимыми свидетелями. Благодарю вас, сосед Димитрий. И вот раз мы заговорили о прихожанах, возникает такой вопрос. Не секрет, что сегодня на приходах русской православной церкви люди не только слышат чтение Библии за литургией, но и подобно тому, как изучается священное писание в воскресной школе, изучают священное писание и на приходах. Может быть, если вам известны какие-то опыты изучения Библии на приходах, вы можете с нами ими поделиться? Ну, здесь множество всевозможных опытов, есть изучение и в группах, это такой, может быть, даже наиболее распространенный, поскольку сам по себе приход — это единодушное сообщество верующих того или иного храма. Как люди могут общаться после богослужения зависит, конечно же, от настоятеля. Сумеет ли батюшка объединить их своим примером? Вот насколько мне приходилось быть за рубежом, скажем, в Греции или в Черногории, то мне приходилось видеть, как дружно живут общины, как священник готовится к встрече со своей пастой после богослужения. Это присутствие кофе, каких-то легких закусочек, беседа непосредственная уже за стенами храма. И вот здесь как раз самая очень непосредственная и благодатная атмосфера для изучения очень высоких таких богословских вопросов и в то же время сближения вот этой как раз группы единомышленников, которая именуется приходом. Ведь зачастую прихожане не знают даже друг друга по имени. Это, конечно, уже другой вопрос, но для нас важно, чтобы единодушие было как раз основополагающим в изучении текстов Священного Писания, поскольку когда мы единими усты и единим сердцем будем прославлять Бога и, конечно же, изучать все Его бесценные творения. Поскольку сколько людей столько и мнений, несложно какой-то один опыт или один метод озвучить, но вот к такой именно практике изучения я бы, наверное, рекомендовал обратиться. Поскольку множество есть учебных пособий, множество программ, но если будет любовь, и самое главное, чтобы не было, как вот иногда бывает у вновь пришедших храм такой чрезмерной дерзости, когда хотят блеснуть своими знаниями, иногда даже батюшку засыпать лишними и ненужными вопросами, как бы обнаружив свое знание в той или иной области. Нам важно, чтобы все участники процесса учебного напитались в равной степени вот этими божественными глаголами, а не какие-то отдельные личности. Я уж извиняюсь, но вот хочу заметить по этому поводу. Спасибо, отец Дмитрий. Скажите, пожалуйста, раз уж сегодня тема нашей беседы Библия в нашей жизни, мы знаем, что каждому человеку необходим какой-то пример, существует множество книг, где люди рассказывают о своем пути к Богу или о своем пути к священному писанию, вот может быть вы поделитесь с нашими зрителями своим опытом, вот что значит Библия лично для вас, что она значит в вашей жизни, и может быть как вы впервые взяли эту книгу в руки и уже вы священник не выпустили ее из рук. Вы знаете, первый раз я встретил для себя эти сакральные буквы в одном замечательном слове, и каждый школьник, и каждый знает, что это библиотека. Уже тогда невольно вставал вопрос, а что такое библиотека? Каждый студент знает, что такое библиография. Вот эти сакральные буквы, которые в переводе с греческого означают как книги, Библия, наверное, и явились для меня началом моей пастырской деятельности. Я, как уже говорил, для себя впервые открыл закон Божий и обнаружил то, что я не могу просто оторваться от этой книги. Она в буквальном смысле перевернула все. Настолько было просто и понятно, и такое радостное чувство благодатного присутствия Духа Святаго, когда ты понимаешь суть вещей. Это, наверное, сродни Адаму. Я испытал. Если можно поделиться таким своим сокровенным опытом изучения Библии и закона Божия. И когда уже переходил к более сложным статьям и повествованием о том, что все величайшие ученые были людьми верующими, для меня это тоже было открытием, поскольку сама по себе наука в принципе не отрицает Бога. Она, наоборот, доказывает, как премудро Господь все устроил в нашей жизни. И вот дай Бог, чтобы люди, может быть, посмотрев нашу передачу, увидев какие-то фрагменты других выступлений батюш, смогли переоценить свою жизнь. И, возможно, вот как раз те сокровенные строки, которые они смогут, увидев Священное Писание, положить в свое сердце, были бы для них самым, наверное, главным. Ведь без Священного Писания, как и без Священного предания, не может быть для верующего ничего в этой жизни. Ведь Господь открывает себя посредством своего Божественного Слова. Он дает нам путь спасения. Он наставляет нас на тот единственный и верный путь. И дай Бог, чтобы мы держались этого пути. И всякий раз, напитывая свою душу божественными глаголами, становились добрее, светлее и, самое главное, мудрее. Чтобы Господь пребывал в нашем сердце, и мы, присутствуя Божьи, всегда бы ощущали. Это вот очень важно. Спасибо, А. Дмитрий. Многие замечают, читая Библию в процессе чтения этой священной книги, ознакомившись, хотя бы прочитав не все, может быть, даже книги Ветхого Завета, но хотя бы исторические и пятикнижие, ну, с пятикнижие, а потом исторические книги, и прочитав Евангелие, хотя бы одно Евангелие, замечают в Библии одну удивительную особенность. И современным языком можно охарактеризовать ее как гипертекстуальность, то есть все священное писание пронизано такими ссылками, которые отсылают нас в то или иное место этой святой книги, учитывая то, что каждая из книг, которая входит в Библию, в собрание, Библия, книги, были написаны в разное время. И не было никаких изначально разбивок на стихи, не было параллельных мест, были просто книги, которые даже не все могли читать, не всем это было доступно. Кто-то мог слушать, а кто-то слышал какие-то просто разговоры о том, что вот есть такая книга и какие-то фрагменты, может быть, кто-то их запомнил. Вот вопрос, каким образом происходит такое, в Библии заключается такое удивительное единство текста, учитывая то, что эти книги были созданы разными людьми, которые, естественно, друг друга не знали, в разные эпохи, при разных исторических обстоятельствах, но были собраны в одну целую, удивительно целостную книгу под названием Библия. ответом на ваш очень грамотно, методично выстроенный вопрос будет очень простое повествование, потому что все книги написаны в духе, все авторы были духоносными мужами, и в этом заключается некий универсализм книг священного писания. Никто ни с кем не договаривался, но каждый писатель говорил со своим народом именно в то время на удобном для этого народа языке. И Господь посредством пророка открывал именно то необходимое, что было как раз нужно в тот момент, именно в то время. И вот, пожалуй, это является основным и краеугольным камнем, что Господь дает нам в меру именно те вещи духовные, чтобы мы смогли уразуметь их, и, конечно же, не отторгаясь, наоборот, смогли и в своей жизни переменить. Ведь посредством слова пророки иногда и обличали, и в большинстве так и было. Пророк это не тот, кто пророчествует или говорит, но также и тот, кто наставляет. Поэтому дай Бог, чтобы мы вот эти наставления, сказанные в разное время, с огромными промежутками времени, для себя уяснили, что самое главное, что все книги написаны в Духе Святом, и благодать Духа Святаго как раз и объединяет, и врачует, и вразумляет, и наставляет на путь истины. Благодарю вас за ответ, отец Дмитрий. Мы знаем, что сегодня существует несколько переводов священного писания на русский язык, но известно также, что существуют переводы и для малых коренных народностей России, и хотелось бы узнать об этом. Какие переводы на сегодняшний день существуют? Каким народам уже повезло иметь этот текст? А кто их? Вы знаете, их не так много, и это очень актуальный вопрос. Совсем недавно была закончена работа мной лично знаемого доктора истории протодиакона Михаила Атаманова по переводу Библии на удмуртский язык. Это буквально совершилось два-три года тому назад. То есть удмуртский народ стал обладателем полного свода всех книг священного писания на своем родном языке. Также я знаю есть перевод на чеченском и бурятском языках. И слава Богу, что эти книги становятся понятным людям, которые, может быть, не в полной мере могут их воспринять на русском или славянском языке. Поскольку есть особенности перевода, безусловно, но для них очень важно именно с точки зрения миссионерства читать священное писание на своем родном языке, на котором они думают. Это очень важно, поскольку человек как бы исполняется наипаче вот этим возвышенным чувством, и он уже как буквально в смысле с молоком матери впитывает каждое слово Библии. Спасибо. А каким образом приступающему к чтению священного писания молиться? Есть ли какие-то молитвы уже созданные святыми отцами, может быть, имеющиеся в опыте нашей церкви? Есть замечательная молитва святителя Иоанна Златоуста. Как раз совсем недавно мы праздновали праздник перенесения его мощей 9 февраля. Так вот, как раз в этой молитве ее можно найти в молитвословии. Есть даже специальные такие закладочки учебные, где как раз и повествуются, да, Господи, мне уразуметь это писание, чтобы я воспринял его с пользой для своего сердца. Я сейчас адаптированно перевожу этот текст, но без молитвы перед чтением невозможно понять всей глубины смысла. поэтому это очень важно настраиваться на чтение именно вот с молитвой на устах. Можно ли молиться вот используя сам текст Библии? Ну, мы знаем, что Библия дала нам книгу псалмов и в ней содержится множество гимнов, богодухновенных гимнов, и возможно ли вот используя, мы знаем, что вот и в литургической в нашем литургической жизни все наши литургические тексты пронизаны библейской поэзией, библейскими, используются библейские тексты, но вот предположим, если человек хочет помолиться держа в руках Библию не на литургии, а я понял вопрос, все дело в том, что псалтирь или другая книга священного писания является хорошим дополнением к нашему правилу молитвенному, что значит правило? Это не значит обязанность или какая-то догма в этом смысле. Есть выражение сделать правильно и сделать неправильно. То есть каждого может быть своя мера, но подменять одно другим невозможно. Можно лишь нашу молитву дополнить каким-то наиболее понравившимся псалмом. Хотя мы знаем, что в утреннем правиле содержится замечательный покаянный 50-й псалом. Без него в принципе не совершается ни одно чинопоследование. 90-й псалом это те псалмы, которые надо знать и наизусть и которые как раз имеют для нас и душеспасительную силу, поскольку эти псалмы написаны опять же в духе и дают возможность нам почувствовать настроение самого автора, поскольку автор не в полном смысле является автором текста. Он лишь записывает, что Господь открывает, как и любой поэт, как и любой писатель. Он фактически является просто лишь таким проводником тех божественных энергий, которые они посылаются через него на окружающих. И вот дай Бог, чтобы мы, используя эти псалмы, могли усовершить свою молитву, но ни в коем случае не подменить одно другим. Для начинающего возможно будет сложно сразу встать на молитву, опять же окунуться в бездну малопонятных церковно-славянских слов и выражений, но если мы поймем, то сам по себе язык церковно-славянский есть язык спасения, язык нашего нравственного духовного совершения, то и тексты псалмов, которые, кстати, есть и на русском языке, будут и понятны, и доступны, и, конечно же, смогут и разнообразить, и украсить наше молитвенное правило. Благодарю вас, отец Дмитрий. Хотелось бы еще поразмышлять о Библии в нашей жизни и миссии, то есть вот насколько целесообразно, предположим, подарить человеку Библию на улице или пригласить кого-то на библейские чтения, создав перед этим какой-то буклет для того, чтобы таким образом, встречая людей на улице, заботиться о их духовном просвещении. Как вы думаете, возможно ли какие-то варианты миссии, то есть не только на приходе, а возможно и вне за церковные ограды. Я понимаю, вы сейчас хотите сказать именно о том, чтобы идти нам и на всевозможные перепути, и на дороги, и благоуиствовать, как бы буквально понимая смысл Священного Писания. Вы знаете, сама по себе проповедь, она не обязательно должна заключаться в какую-то листовку. проповедь может быть настолько наглядной и настолько значимой, как просто если даже священник после богослужения, скажем, по тем или иным причинам, а не совлачая с себя духовной одеждой, выйдя на Невский проспект, сможет уже тем самым высоко понести знамя своей священнической миссии. Вот на собственном примере убеждаюсь, что люди начинают задумываться о вечном, возвышенном, иногда даже начинают в буквальном смысле тушить сигареты. Я считаю, что вот такой миссионерский ход гораздо более уместен, нежели сектанские вот эти выпады, когда тебе начинают навязывать изучение Библии, когда естественным образом происходит процесс отторжения. И дай Бог, чтобы мы, пастыри, могли своим примером, своим таким кротким отношением к окружающим, к близким привести в храмы людей. А уж в храме человек сможет проникнуться и литургической музыкой, созерцанием икон, самой атмосферой, высоко торжественной, величественной. Звучание колоколов, они, конечно же, облагородят и душу, и успокоят наше метущееся сердце. Поэтому в этом, я думаю, самая главная задача и миссия духовенства. А если есть молодежные клубы, которые могут ненавязчиво своими добрыми делами сделать какое-то качественное изменение в жизни того или иного коллектива или пространства, назовем это, то люди не будут зацикливаться, что они распространяют. Они просто увидят эту доброту в их сердцах. И, по-моему, уже без слов будет понятно, кто они и зачем они здесь. И тогда, как Господь говорит, по делам и узнают вас. И вот дай Бог, чтобы наши добрые дела и были подтверждением, свидетельством нашего истинного христианства. То есть, если Библия есть в нашей жизни, в жизни каждого из нас, значит, это уже то благовестие, о котором говорит Христос. Она и в словах, и в делах, и самое главное, в поступках. Благодарю вас, отец Дмитрий. И напоследок, что бы вы хотели пожелать нашим телезрителям в рамках нашей сегодняшней темы разговора? Во-первых, Михаил, я бы очень хотел поблагодарить вас за ваш прекрасный дебют, во-первых. И, конечно же, телезрители за то, что имели возможность с нами быть участниками этой замечательной передачи, изучать Священное Писание необходимо. Изучать его необходимо всю жизнь, поскольку невозможно знать всю Библию. И это от нас Господь не требует. Не в энциклопедизме Он будет испытывать нас, но самое главное, Он будет смотреть в наше сердце. Смогло ли оно воспринять те слова Божественные, а наполнилось оно любовью, кротостью и теми добродетелями, которые и должны мы все призываться, которые и содержатся во всех практически книгах Священного Писания. Ведь прежде всего мы призваны к обожению. И вот изучение Священного Писания пусть и будет для нас тем моментом, когда мы в буквальном смысле наедине с Богом беседуем с Ним и обожествляемся в буквальном смысле, наполняясь вот как раз той божественной энергией, которая и содержится в этих книгах. Вот всем и себе лично я бы искренне это пожелал и дай Бог нам, конечно же, мудрости в разумении Священного Писания. Благодарю Вас, Отец Дмитрий, за эти прекрасные слова в адрес наших телезрителей, поскольку никогда не поздно и никогда не лишним будет напомнить человеку о месте Священного Писания в его жизни. Никогда не поздно напомнить каждому, как следует начинать читать Священное Писание, поскольку, может быть, люди смогут поделиться этим опытом со своими ближними, которые жаждут этого Слова Христова, ищут этого Божественного Источника, но пока еще его не нашли и должным образом воспримут это для себя. Спасибо. Дорогие телезрители, я напоминаю вам, что сегодня у нас в гостях был насельник Александра Невской Лавры и романах Дмитрий Самойлов, директор детской воскресной школы при Лавре, и я ведущий телепередачи «Беседа с батюшкой» Михаил Проходцев. Всего доброго и до новых встреч в эфире. Дорогие Дорогие Субтитры создавал DimaTorzok